ДОСТИЖЕННЫЕ КУХНИ Благо, все продукты для его приготовления в наших широтах есть. Хумус – это распространенная на Ближнем Востоке пюреобразная холодная закуска из нута, турецкого гороха, с тхиной, кунжутной пастой. Часто достаточно пряная, всегда очень нежной, однородной консистенции, слегка маслянистая. Подают хумус традиционно с питой. А в наших краях хумус все еще считается экзотикой. Однако сегодня этот продукт можно встретить на прилавках магазинов. Интересно, что его сделали у нас. Ставропольский молочный комбинат совсем недавно начал приготовлять эту закуску. Главное, что хумус, как считают на МХС, идеально подходит нашему многонациональному и многоконфессиональному региону. Идея сделать его на Ставрополье появилась после путешествия по вот этим странам, Ближнего Востока, Израиля. Мы посмотрели, что он подходит для православного, для мусульмального, для иудея. Он является кошерным, халядным продуктом. Его можно употреблять в господ православный, католический. То есть это продукт универсальный для любой конфессии. Так как Ставрополь – это многоконфессиональный украинский, здесь мы встречаем еврейские общины, очень сильно развитие славы, традиционные, православие. Поэтому мы решили взять такую продукт, которая бы объединяла всех. Свидетельство выращивания нута и приготовления хумуса еще в 16 веке до нашей эры обнаружено учеными в долине реки Нил. Первые письменные упоминания об этой полезной пасте встречаются в Илиаде Гомера. Историк Древнего Рима Плиний рекомендовал хумус женщинам, ожидающим появления на свет ребенка. Он утверждал, что хумус стимулирует роды и способствует лактации. Еще в далекие времена Древнего Рима зерна хумуса употребляли не только в пищу, но и использовали в лечебных целях. Во времена императора Нерона один из его врачей, диаскорит Пидани, считал, что хумус боготворно влияет на работу желудка в вареном и жареном виде. И рекомендовал использовать молодые зерна нута в качестве десерта. А кто не слышал о прекрасной египетской царице Нефертити, любимой жене фараона Эхнатона? Об этой неземной любви ходят легенды. На одной из фресок он держит в руке веточку нута. И неспроста. Хумус в те времена символизировал мужскую силу египетского фараона. На самом деле, друзья, хумус это уникальный продукт и для мужчин, и для женщин он очень полезен. Слушайте, я боюсь просыпать это все дело. Так, здесь горох. А вот это что такое? Это деселированная вода. Ага, и это что такое? Масло масло. Масло оливковое. Оливковое масло, друзья. На самом деле, хумус это не молочный продукт, это растительный продукт. Здесь только растительные ингредиенты. И вот эту партию... Ага. Вот эту партию хумуса, собственно говоря, вот сюда. Произвела телекомпания СТВ. Вот так. Мать, в районе, в Москву. Приезжал к нам представитель департамента кашрута России. Заместитель Бен Лазара. Это самый главный рабин в стране. Он посмотрел, как мы производим хумус, и он прям при нас его съел. Что для играчка не свойственно, потому что они едят только дома, только кашерную пищу. Он сказал, ваш продукт кашерен, я могу его есть. На самом деле, хумус это один из тех продуктов, который в России производит очень-очень маленькое количество предприятий. Например, хумус производят еще в Санкт-Петербурге и в Саратове. И, конечно же, в Ставрополе. Наш продукт также отсюда отправляется, как брендовый такой товар, в Израиле. Там его с удовольствием едят. 10 минут мешается вот эта паста в миксере, вот в этом большом, куда мы загрузили ингредиенты. Потом это все поступает сюда на распасовку. И, собственно говоря, мы можем ее прямо сейчас запустить. Есть. Немногие наши сограждане кушали вот этот продукт, хумус. И немножко хочу рассказать о том, какой он на самом деле, потому что мало кто представляет, и я до сегодняшнего дня тоже не представлял. На самом деле, это соленая паста, которую можно кушать со всем чем угодно. С сосисками, с курочкой, с колбасными изделиями. Например, просто намазывая на хлеб. И, что самое главное, это продукт полезный, высококалорийный, но на самом деле вес он не прибавляет. Поэтому можно кушать его в любых количествах, всегда держать дома. Но вот как нам сказали, конечно, кушать его лучше охлажденным, он тогда вкуснее. Ну и в заключение хочу с удовольствием сказать, что даже такой эксклюзивный, оригинальный продукт производят у нас, в нашем замечательном, богатом крае. И если вам удастся попробовать это где-то, например, в Израиле, можете поднимать банку с логотипом МКС и говорить, что это сделано на Ставрополье. Субтитры создавал DimaTorzok